АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер! Я хочу не то что извиниться, а даже наоборот, как бы... АПЛОДИСМЕНТЫ Обратить внимание собравшихся, что сегодня мы будем типа устраивать этот как бы концерт вдвоём с Наташей. Вот. Эта мысль не пришла нам, к сожалению, своевременно, поэтому афиша запоздала, и многие купили билеты непосредственно просто как бы на меня одного. Но мне кажется, вдвоём я лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Это правильно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Детей, к сожалению, мы сегодня не довезли, они и собираются на слёд гитарных школ вот завтра ехать, поэтому готовятся, да. А сегодня, да, как-то это получается излишняя напряжённость. Вот. А что ещё надо сказать в начале? В начале надо сказать примерно то же самое, что я обычно говорю в начале своих концертов. Правда, поделить сказанное на какую-то цифру, наверное, придётся, но на моих так называемых концертах есть довольно странное обстоятельство. «Я никогда не знаю заранее, чего я буду петь». Это... Ну, это трудно, объяснить вообще это обстоятельство. Сколько раз я пытался решительным образом подготовиться, составлял программы. Каждый раз происходило что-то, что эту программу опровергало просто на корню, и приходилось делать что-то совершенно другое. Потом я плюнул и обратил ещё внимание, что чем хуже готов вот так вот в плане программы, тем лучше получается. Что это за обстоятельства? Не знаю. Наташа, вот, она от меня отличается большей ответственностью и аккуратностью, и у неё даже есть некоторый список, которого она будет в какой-то степени придерживаться, но в любом случае это будет кидать список. А, вот этот? Вот этот. Это будет... Я думаю, это будет в первом отделении, а ко второму отделению мы, я надеюсь, в перерыве успеем подготовиться, поэтому вот первая записка уже пришла, поэтому пишите письма, мы попытаемся, так сказать, отреагировать. Так, Наташа, двигайся на 10 сантиметров вперёд, вместе со стула. Не, мне так нормально, нравится, я всё пишу. Да, а кто бывал на наших домашних концертах? Поднимите, пожалуйста. Вас не так много, но вот вам, конечно, будет труднее, потому что мы, безусловно, будем повторяться. Вот в том смысле, что у нас был относительно недавно домашний концерт, и с тех пор мы ничего нового не придумали. И, более того, мы будем старательно придерживаться старого, того, чего уже было, так вот и так далее. Дело в том, что, первое, в прошлый раз Наташа выступала в центре авторской песни более 15 лет назад. Значит, со своим сольным выступлением был концерт Андрея Яновского и Наташи Быстровой по отделению. Вот посчитайте. Давно это было. А вдвоем мы вообще впервые. Это вот... Премьера. Премьера. Дебют. Поэтому уж простите нас за все это сомнение. За все, что будет. За все, что есть. За все, что было. Поехали. А начинаем мы, как всегда, с Александра Андреевича Дулова и супруги его, Марьи Валентиновны. Совместная их песня. Наш разговор. И ни о чем, и ни о чем, Наш разговор, Наш разговор, для нас с тобой О них заметный. Ага-га-га-га-га. Чудесный вяжем мы узок. Из легких слов, простых и светлых, Ты даришь мне, Ты даришь мне Толпу берез, Толпу берез, И как волшебник, Без обмана. Ага-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га- Наш струны облака, И волны ласковой рукою. Твое тепло, твое плечо, И милых песен грусть и нежность, И разговор наш ни о чем, И расставанье, неизбежность. И разговор наш ни о чем, И расставанье, неизбежность. Ну, Наташ, может ты сразу с этой самой, с Москвы начнешь? Ну, мне надо... Надо распеться чуть-чуть. Да, наверное. А тогда давай-то Городницкого тогда поймем. Где у тебя? Шпаргалка есть. Это песенка, которую сейчас Наташа собирается найти. Это не она упала? Нет, мне сейчас все будет падать. Дело в том, что как-то вот эта идея, да, чтобы я принимала участие в этом концерте, она несколько поздно возникла, но это самое... Я совершенно вот сумбурно... Сейчас я буду тут копаться в листочках, а ты будешь эфир занимать. Саш, ты пока рассказывай. Да, ну... Ты же ее нашла. Дело в том, что Александр Моисеевич Городницкий собирается приехать из своей немецчины, и у него объявлен концерт 9 июня в Гнезде Глухаря. 10 и 11. Я сейчас просто беру в колонии. Просто вот они... 10 и 11. 9 и 11. Кошмар. Да, я просто оттуда. А 9 не будет? А 9 в Эльдаре. 9 в Эльдаре у него. Точно. Вот. А приедет он или нет? Приедет, сказали. Сказали, в Ленинград подтвердил. Там 4 концерта. Вот как я о своей ближайшем, так сказать, о своем ближайшем будущем узнаю. Из зала. Вот. Ну и когда началась эта пандемия, Александр Моисеевич, конечно, очень был огорчен, и действительно она очень сильно в отрицательном смысле повлияла на его, так сказать, тонус, и вот его... Он привык, знаете ли, он привык вампирничать. Городницкий – это человек, который всю жизнь питался от зала. Он приходит никакой, весь болит, все у него плохо, он выходит на сцену, тут зал, аплодисменты, у него начинает расправляться спина, он начинает это самое... Здороветь прямо на глазах, и к концу концерт просто как огурец. Это удивительный человек, и, значит, вся надежда на то, что сейчас он доедет, а дальше все будет хорошо. Вот. А эта песня... Я уже где-то рассказывал... Она, на мой взгляд, записана ужасно на студии. Значит, на студии Городницкого мы пишем всегда примерно одинаково. Саша, а сейчас мы будем записывать вот эту новую песню. Ну, послушайте, подберите-ка скорее. Ведь на студии, представляете, да? На студии я быстро подбираю неизвестную мне песню, и мы ее быстро записываем. После чего должен быть второй этап. Второй этап к этому быстро записанному нужно придумать еще как бы вторую гитару. И вот эта вот песня была записана... На мой взгляд, ее бы подровнять чуть-чуть, там, вот эта фонограмма, которая звучала всю пандемию, потому что свой цикл вечеров Городницкий решил назвать «Пока звенит струна», и в качестве заглавной песни звучало вот это. Вот, но, Наташа, а ты что про нее скажешь в паре песни? Ну, я так... Так вышло, что в пандемию, там, когда шла эта программа, каждое воскресенье, вот, сначала там участвовало некоторое количество человек, а потом надо было петь Клячкина, и вот, Александр Николаевич пел роман с Орликина, ну, и так возникла мысль, что надо спеть еще роман с Коломбины, вот. И я тогда первый раз там спела, а Александр Моисеевич сказал, «О, а давайте Наташа еще в следующий раз что-нибудь споет», и это затянулось на год, там, или на сколько там. Ему очень понравилось. Вот, и о этой песне, да, начиналась вот эта передача, я ее тоже полюбила уже. Пусть темен небосвод Неумолимо время Пусть парень Как ожог И жизнь неудержима Иные времена Иные племена С тобою мы, дружок Да то ли будем живы Пока звенит струна Пока звенит струна С тобою мы, дружок, да то ли будем живы, Пока звенит струна, пока звенит струна. Судьба стучится в дверь, но радуюсь я все же, Что жизнь, что мне дана, тобой была полна. И ты меня теперь забыть уже не сможешь, Пока звенит струна, пока звенит струна. И ты меня теперь забыть уже не сможешь, Пока звенит струна, пока звенит струна. Кто-то еще в ответ Городницкого, а потом еще Городницкого дуэтом, И получится что-то связное. Ну, а чего я могу спеть Городницкую? А? Действительно. Эксперименты по поводу всего, что угодно, Они покажут устойчиво отрицательный результат. Сыграть я могу все, что угодно, а слов я не помню. Я поступлю очень как-нибудь совсем просто. Кожаные куртки, брошенные в угол, Тряпкой занавешанное низкое окно, Бродит за ангарами северная вьюга, В маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, В маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, Голову рукою подопрет второй пилот. Подтянувши струны старенькой гитары, Следом борт механикой тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, Следом борт механикой тихо подпоет. Эту песню грустную возобуть пора нам, На глухом оторой и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, Снова ночь неледная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, Снова ночь неледная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги Наша жизнь мальчишеские, вечные рода Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги Ты, метеослужба, нам счастье накадай Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги Ты, метеослужба, нам счастье накадай Солнце незаконное и теплый ветер с места И штурвал послушный в сносковавшихся руках Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты В маленьких асфальтовых южных городках Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты В утренних асфальтовых южных городках Работа! Я-то думал, к чему я эту песню спеть хочу Я думал, понимаете, как сознание и бессознательное Каким образом взаимодействуют Сознание говорит, ага, вот чего бы спеть, чего бы спеть Ну да, давай про разницу в возрасте Значит, застрим внимание Да, 30 лет у нас Знаешь, я ее старше на 30 лет Вот, а школьницы-невесты, вот и так далее А начал петь, и оказывается, вот о чем Что-то... У нас сейчас слет гитарных школ ожидается Прогноз неблагоприятный Ты, метеослужба, нам счастье накадай Вот, чего просит, так сказать, подсознательное Так, Наташка, как будем петь? Нет, вот, я вижу Ты, метеослужба, так далее Еще одна песня из Городницкого Из редко поющегося То, что пели мы в Зуме в пандемию Вот Это из Всем известного по песне «Гномы, гномы, гномы, гномы» спектакля По Астрид Лингрен Ронни, дочь разбойника Вот А песня более редкая Это О которой Городницкий петь Сам отказывается Это, говорит, песня для дуэта Ее надо петь Мальчик и девочка должны чередоваться Я, говорит, я этого петь не буду Каждый раз Ему приходит записка, он отказывается Ну и Мы-то почесали В затылке Говорим, давай попробуем спеть Ну, там насчет того, что это дуэт Это, конечно, это не дуэт Это просто по очереди люди поют Это нормально Давай, поехали Песня Ронни и Бирка Брат мой названный, брат мой единственный Видно, время пришло расходиться нам Что-то странное сделалось с листьями Пожелтели они, погляди Но пока еще лето, сестра моя Просто листья такие багряные И грустики печалятся Рано нам Целый месяц еще впереди Но что с того, что желтый тон Сменил зеленый цвет Нельзя печалиться О том, чего пока что нет Брат мой названный, брат мой единственный Видно, время пришло расходиться нам Что-то странное сделалось с птицами Улетают они, погляди Но пока еще лето, сестра моя Просто птицы отправились за море И грустики печалятся Рано нам, две недели еще впереди Пусть лист взлетает За листом пернатой стаи в свет Нельзя печалиться О том, чего пока что нет Брат мой названный, брат мой всезнающий Погляди на костер догорающий Сердце бьется, как лист отлетающий И тревожно стучится в груди Это все еще лето, сестра моя В злую осень не упрямая И грустики печалятся Рано нам, есть недели еще впереди Лежит листва в лесу пустом Как пригоршни монет К чему печалиться О том, чего пока что нет Эта осень пришла Брат мой названный Видишь, утро какое ненастное Теплых дней ожидаем напрасно Мы зарядили сплошные дожди Нет, пока еще лето, сестра моя Просто утро какое-то странное И грустики печалятся Рано нам, целый день еще есть впереди В лесу деревья, в горький стон И берег в лед одет К чему печалиться О том, чего теперь уж нет Перелиставший жизни тон В конце найдешь ответ Нельзя печалиться О том, чего теперь уж нет Восход Ну вот я хотела спеть песню Одну из своих любимых Стихи... Стихи... Чего? Какую песню тут Я смотрю на те А, Геннадий Иванов Да Стихи Геннадия Иванова Музыка Юлия Конденева Юрий Сергеевич Колесников 1 апреля стукнул 80 лет У него юбилей в этом году Вот хочется ему пожелать Вот того, чего ему К стыду моему я ему не пожелал 1 апреля Вот А тут недавно кто-то нам сказал Что вообще вот эту песню Больше никто В городе Москве И не поет, и не играет Только вот нас осталось двое Хотя мы ее в гитарной школе прошли И я надеялся Что нет-нет, да кто-нибудь споет Песня о Москве Давай, плотнее гитар Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я смотрю на Москву Через призму поэзии Через призму музыки Призму любви Просто так На Москву смотреть бесполезно Просто так Ничего не увидите вы Просто так Не услышите крыши притихшие Просто так Не оцените плечи мостов Просто так Вам и церкви покажутся лишними Просто так Не поймете полет куполов Не увидите вы Что как линии в спектре Окруженные Радугой радостных улиц По Москве Полетели прямые проспекты И как струны гитар Натянулись Москвичи музыкантами Ходят по городу Осторожно шагают И трогают струны И такие из них Извлекают аккорды Композиторам Было бы трудно Я смотрю на Москву через призму поэзии, через призму музыки, призму любви. Не тридцать лет, а триста лет, иду, представьте вы, по этим древним площадям, по голубым торцам, мой город носит высший чин и звание Москвы, но он навстречу всем гостям, всегда выходит сам. Иду по улицам его в рассветной тишине, Бегу по улочкам кривым, простите, города, но я московский муравей, и нет покоя мне, так было триста лет назад, и будет так всегда. Ах, этот город, он такой, похожий на меня, то весел он, то грустен он, но он всегда высок. Что там за девочка в руке, несет кусочек дня, как будто завтрак в узелке, мне муравью несет. Ты придумала ход туда же? Песня за песню. вот чего я не умею делать это петь песни сергея труханова даже в гитарной школе мы прошли буквально две или три песни вот тут нам было как-то так вот там много всяких технических сложностей вот наташка значит это дело несколько освоила и мне по этому поводу как бы даже стыдно давай по ассоциации а сразу я думаю по ассоциации должны быть точки небесные гениальная песня сергея труханова который вообще играть никто не умеет не не в том смысле что наташка не не играет но дело в том что сам сергей и играл каждый раз по-разному вот и китайская музыка которая лежит там в основе она такая несколько импровизационная и очень китайская очень китайская хотя стихотворением хрестоматийное стихотворение михаил юрьевич лир она утром и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Музыка уносит сердце вдаль Музыка утишит и печаль Близкий друг, когда душа болит Успокоит и развеселит Близкий друг, когда душа болит И утешит и развеселит Продолжение следует Да, 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 трону ходи, так уж так концентрировано Ну это тоже из китайской поэзии Перевод Кари Унксовой, музыка Сергея Труханова На горе Лу Ну это такая дзен-поэзия Мало слов, и они повторятся Музыка Музыка На горе Лу Дождь и туман В реке Че Высокая вода На горе Лу Дождь и туман Я знал, что мне Не найти покоя Пока я вновь Не вернусь сюда И вот я вернусь Ничего особенного На горе Лу На горе Лу Дождь и туман На горе Лу Дождь и туман В реке Че Высокая вода На горе Лу На горе Лу На горе Лу Дождь и туман В реке Че Высокая вода Ассоциации Ассоциации бывают самые разные Как-то раз меня Олег Городецкий Потряс спев В ответ на какую-то песню Какую-то другую песню Я совершенно не понял Никакой ассоциативной связи Олег говорю Объяснил бы хотя бы У меня вот такая ассоциация И все Вот бывают у людей Разные ассоциации Вот Ассоциация с вот этой песней У меня сейчас вот такая Тот же старчик Только что тронутый А стихотворение Александра Радковского А так, да Что нынче нам не в моготу Мы не покажем вида Давай поедем, старый друг До самых светлых вод До чистой рощи над рекой Той рощи, где обида Что нам знакомо с давних пор Отшельницей живем На дальней станции Сойдем С прозрачного трамвая На той конечной кольцевой С названием Озерки Деревья тихо зашуршат Глазище раскрывая И мы засмотримся с тобой В зеленые зрачки Потом над вечкой Побредем Песчаною тропою Пусть под подошвами хрустит Младенческий ледок С пригорка женщина шагнет Навстречу нам с тобою И запредельный ветерок Вдруг обожжет висок Не постаревшая ничуть В бесхитростном наряде Она посмотрит нам в глаза Как некогда опять И мы в глаза ей заглянув Попросим Бога ради Нам что-нибудь, хоть что-нибудь Как некогда сыграть Она к березе отойдет Застенчивой улыбкой И палец поднесет губам Мол, хватит слов Молчок И станет тихо над рекой И вот тогда над скрипкой Как птичье перышко взлетит Роняя звук смычок Звук этот в землю упадет И там в земле остая Прозрачной рощей Взойдет Над светлой водой В той чистой рощей Где мы Почти что за хозяев И нам покажется Что мы Оставлены бедой Что это роща Этот звук Сильней всего на свете И загорятся дерева Помытые дождем Давай поедем, старый друг Подходит тридцать третий Пустой единственный трамвай Которого не ждем Давай поедем, старый друг Подходит тридцать третий Пустой единственный трамвай Которого мы ждем Читает тридцать 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, поедем, днем Тошь в этом В реке Чья глубокая вода Ну, давай Ну, я не знаю, мне два пути Или вы продолжаете петь трубой Продолжает, продолжает, да Или я буду тоже старчик Ну, другая, да? Конечно, да Хорошо Как договорились? Это песня Стихи Арсения Тарковского «Бабочка в экспитальном саду» Из тени в свет перелетая Она сама и тень и свет Где родилась она такая Почти лишенная примет Она летает, приседая Она должно быть из Китая Здесь на нее похожих нет Она из тех забытых лет Она клянется навсегда Не держит слова никогда Из целой азбуки читает Две гласных буквы Айон А имя бабочки Рисунок Нельзя брызг Нельзя брызнести его И для чего ей быть в покое Она как зеркальце простое Пожалуйста, не улетай О, госпожа моя в Китай Не надо нищий Китая Из тени в свет перелетая Душа, зачем тебе Китай? О, госпожа моя в Китай Пожалуйста, не улетай Пожалуйста, не улетай О, госпожа моя в Китай Не надо нищий Китая Из тени в свет перелетая Душа, зачем тебе Китай? О, госпожа моя в Китай О, госпожа моя в Китай Пожалуйста, не улетай О, госпожа моя в Китай 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 Правда есть это самое О, госпожа моя в Китай 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 О, госпожа моей в Китай О, госпожа. О! госпожа О, госпожа onze О hearth О, госпожа вышла О, госпожа Senior О pay О, госпожа our � Никогда не получается играть, не смотря на левую руку. Ну ты сильно-то не гляди. Поехали. Не, а как я могу людей, то ли я не смогу играть. Смолкли лягушки в заросшем пожарном пруду, Пусто засеяно звездами черное небо. Старые яблони в мокром осеннем саду Подняли кверху намокший, испутанный негут. Лампа на нашей веранде, наверное, видна. Издали в этой, почти опустевшей, вселенной. Бочка налита с краями вода в ней черна. Бросишь окурок, он гаснет в потемках мгновенно. Сядь на колени ко мне, стало холодно здесь. Все здесь печально, все только и помнит о лете. Это крыльцо и кусты, это мокрая жесть. Этот комарик, случайный, последний на свете. Как обними меня, ляжем, прижавшись во тьме. Дождь застучит на рассвете по шиферной крыше. Скрипнет ступенька, ты что-то мне скажешь во сне. Кончится осень, деревья простятся с листовой. Грянет зима и снегами завалит округу. Мы будем спать, мы сроднився с подснежной травой. Тихо дыша и во сне обнимая друг друга. Мы будем спать, мы сроднився с подснежной травой. Тихо дыша и во сне обнимая друг друга. Тихо дыша и во сне обнимая друг друга. Поэтому вот эта моя первая ассоциация, она, наверное, не прокатывает. Я не стану скрывать, что к вот этой дачной песне ассоциацией оказался сад заброшенный. Я не знаю, даже петь его сейчас или не надо? Не надо. А давать сейчас не будем, да. Во втором отделении, потому что заявка-то на него пришла. Но ассоциация прямая, вы меня поймите правильно. Это всё, к сожалению, именно так. Что-то я должен сейчас такое чем-то ответить. Про лягушек. Что я знаю про лягушек. А это да, это про жабу. Жабу. Она зелёная в пупырчиках. Не, ну я про лягушек, наверное, петь не буду. Я, наверное, знаю песню про лягушек, скорее всего. Их много. Но из «Мира животных» есть вот такая песня. Ну, дело в том, что вот эти вот концерты майские в особенности, они как бы подразумевают некий отчёт за проделанную за год работу. И среди проделанной за год работы у нас это вот две тетради песен Никитина Сергея Яковлевича. Ну, вот на этой тетради. Сейчас мы уже подготовили третью, всё никак не сдадим её в типографию. Что-то все ждут, не знаю чего ждут, то ли курса доллара, то ли когда что-то изменится. Цена бумаги сначала возросла, сейчас упала. И кто его знает, что там с этой бумагой происходит. Но песня из «Мира животных» она совершенно не об этом. Я даже не понял. Она, по-моему, в первой тетради у нас есть, да, эта сада. Михаил Аркадьевич Светлов. На углу на греческой у моих ворот Песни человеческой соловей поёт, А когда умрёт он от пенья своего, Много птичек будет хоронить его. Много птичек песенку за него споют, На его могилке пёрышко воткнут, А моя, моя, моя рука пропадёт в снегу, Потому что в жизни петь я не могу, Потому что в жизни петь я не могу. Другие мои песни. Ну, я не буду петь на этот Руханова. Чего? Я спою «Мне хотелось плыть, да вот не могу». А, ну, тем более, что нам уже «Я не могу, и ты не можешь». Вот песня про «Не могу». Это песня на стихи Марии Маховой И на музыку Виктории Славинской. Виктория Славинская – это такая тётенька Из Днепропетровска ещё, значит, Один из руководителей местного КСП. Вот что у них там сейчас происходит, я не знаю. Мне хотелось плыть, да вот не могу, Говорить хотелось, ушли слова. Я, как эта рыба на берегу, Что глотает воздух, едва жива, Да и что не скажешь, всё не о том. И вокруг всё время какой-то бред. Успокойся, рыба, не бей хвостом, В этом море места нам больше нет. Невозможно просто уйти на дно, Даже если можешь достигнуть дна. И стоят дожди за моей спиной, Ну а где-то рядом идёт война, И на поле брани, и в голове, И в любой берлоге, в любом доме. Если в этом мире погаснет свет, То и все слова уже ни к чему. Исчезают прежние миражи, Возникают новые тем же сном. Удержись на ниточке, удержись, Даже если станет совсем темно, Непременно где-нибудь есть ответ, Всё равно придётся идти вперёд. Если в этом мире погаснет свет, Он в тебе останется, не умрёт. Может всё рассыпаться меч, броня, Можно так устать, хоть совсем замри. У тебя нельзя ничего отнять, Потому что всё у тебя внутри. Ну а если так завернёт судьба, Что ты вдруг останешься ни при чём, Если это море не для тебя, Значит, что-то есть на земле ещё. Может всё рассыпаться меч, броня, Можно так устать, хоть совсем замри. У тебя нельзя ничего отнять, Потому что всё у тебя внутри. Браво, да, браво! Вот на этой бумажёрной ноте и закончить, Но я думаю, мы сейчас споём чего-нибудь Типом, вдвоём. Нету этого. Ну и Юфита. А чего Юфита? а сердце рыбы на песке кто поет дуэтом найду этом стою в толпе тебя встречает это интересно хором а в какой мы тональности любим петь по-честному александр дулов на стихи сергей юфита как крик души как боль живая как камень в бежаной реке стою в толпе тебя встречает а сердце рыба на песке стою в толпе тебя встречает а сердце рыба на песке а 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 between и и и и и и и а а Песке, стою в тупе, тебя встречаю, а сердце рыбало на песке. Бумажки. Машку сейчас выдаю.